На северной окружной дороге водители ежедневно проезжают мимо камер фото-видео фиксации установленной треноги. Если в сторону улицы Бирюзовой висит предупреждающая табличка о том, что ведется запись, то в обратном направлении такого указателя нет. По словам специалистов, со знаками дела обстоят довольно интересно. Табличка «Ведется фото-видео фиксация» относится к знакам дополнительной информации. И ничто не обязывает дорожной службы или ГИБДД устанавливать такой знак в тех местах, где ведется съемка нарушений скоростного режима. Однако, по словам специалистов, практически каждая ситуация уникальна и спорна. Но с треногами все куда яснее. Касаемо предупреждающих знаков о том, что ведется фотофиксация, законам не предусмотрено на передвижные технические средства фиксации правонарушений. Для треног существует только инструкция по их установке и эксплуатации, определенное расстояние от дороги, необходимая высота и так далее. Чаще всего треногу в Рязани можно увидеть на северной окружной. Устанавливают ее летом, с началом пляжного сезона. Вот только сейчас сентябрь, а знак все равно висит. Однако, после визита нашей съемочной группы, дорожный указатель демонтировали, а треногу убрали. А вот где бы камеры фото-видеофиксации точно не помешали, так это на новом перекрестке улицы Горького и площади Ленина. Это пересечение дорог сразу обрело дурную славу после многочисленных аварий. 19 августа одна из таких закончилась трагедией. На перекрестке мотоциклист столкнулся с автомобилем. Водитель машины не уступил дорогу. В результате мотоциклист погиб. Никаких знаков, говорящих о том, как проезжать злополучный перекресток, нет. Сергей Гуськов рассказал, как нужно ехать на данном пересечении дорог. Новая развязка – это не единственное нововведение на площади Ленина. Изменили и правила на платной парковке. Судя по знакам, одностороннее движение начинается сразу после парковки. Это означает, что отсюда можно повернуть как направо, так и налево. Однако, если водитель все-таки решит повернуть в сторону улицы Горького, то он может спровоцировать очередное ДТП. Ведь обе полосы заняты транспортом, движущимся в сторону торговых рядов. Ситуация с дорожными знаками в Рязани не совсем идеальна. Однако, вряд ли в стране найдется город без недостатков. С другой стороны, повлиять на появление того или иного указателя может любой житель города. Для этого достаточно обратиться в управление благоустройства. Телекомпания «Город» также решила попробовать улучшить ситуацию на перекрестке к лучшему. Ведь любой желающий может подать заявление на установку того или иного дорожного знака. Кто знает, может на заполучном перекрестке в скором времени и появится знак «Уступи дорогу». Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город».